Оформить право собственности, получить загранпаспорт или путевку для ребенка в детский сад. Все это уже давно можно сделать в одном месте. В МФЦ сегодня предоставляют больше 230 различных государственных и муниципальных услуг. Никаких хождений по кабинетам или переездов из ведомства в ведомство. Все в одном окне. Очень внимательные сотрудники, где что-то непонятно подсказывают. Очень быстро меня приняли, обсудили все, сказали, что нужно сделать. Вопросов никаких не возникло. Очень комфортный условие для детей, так как здесь новая площадка. Очень чисто, все аккуратно. Очереди нету практически вообще никакой. Заходишь, что угодно, тут можно все справки заказать, все оформить. Этот многофункциональный центр в Краснодаре сегодня скорее образец для подражания, чем один из множества. В день 47 специалистов в окнах принимают больше полутысячи человек. Сегодня одним из посетителей стал Вениамин Кондратьев. Глава региона пообщался с сотрудниками и проверил, как налажена работа в самом современном МФЦ Кубани. Всех услуг 237. 30% из них муниципальных. Остальные федеральные. Жизнь нельзя построить по шаблону. Есть нюансы, есть нюансы с недвижимостью, с иными там, как бы, житейскими проблемами. Поэтому я почему-то спросил, насколько универсальная система, насколько ее можно трансформировать под конкретную ситуацию конкретного человека. Это очень важно. Потому что сегодня форма соблюдается, шаблон есть. Беусловно, я думаю, 70%, 80%, может, 90% ничего не меняют. Но будет 10%, а может быть, даже 1%. И вот даже 1% должен уйти отсюда довольным. Даже 1% людей, которые сюда пришли. Индивидуальный подход к каждому клиенту должен быть во всех МФЦ края, требует губернатор уже на селекторном совещании. Проводит его Вениамин Кондратьев тут же в здании многофункционального центра. Всего в регионе сегодня 55 таких офисов. Но большинство из них явно уступает этому современному МФЦ, замечает глава Кубани. Особенно это касается небольших городов и станиц. Мы должны сегодня сделать качество услуг, инспектор услуг, что в Краснодаре, в столичном городе, что в районных центрах одинаково. Вот это очень важно. Услуги жителей села, жителей хутора, районного центра, по большому счету, и жителей Краснодара должны получать одинаковые. Среднее время ожидания в очереди во многих центрах сегодня не превышает 10-15 минут. Однако и их можно сэкономить. Достаточно всего лишь зайти на правительственный интернет-портал, оставить заявление и ждать результаты дома. Этот способ все больше пользуется популярностью среди кубанцев. Например, рождение ребенка. У него родился ребенок. Ему необходимо подать заявку для того, чтобы получить материнский капитал. Раз. Он может приложить копии документов в электронном виде и получить эту услугу даже из дома, не заходя в МФЦ. И мы видим сейчас, что этот портал, он гораздо большей популярностью пользуется, чем нежели тот, который работал в 2015 году. Эта система еще будет дорабатываться, но уже сейчас в электронный вид переведено около 80% всех региональных услуг. Мы ставили задачу перевести не менее 70% всех услуг, которые предоставляют региональные и муниципальные органы власти, в электронный вид. Мы переработали портал предоставления госуслуг, который мы сегодня вам тоже актимизируем. Сергей, опять-таки я задачу, конечно, оставил, но просто перевести 70% услуг, ради того, что их перевести в 70% услуг, мне не нужно. Поверьте, мне нужно, чтобы люди знали о том, что сегодня есть возможность у них в МФЦ эту услугу получить. Давайте ориентироваться на это. Сегодня я должен понимать, что я поставил задачу. Я поставил задачу для того, чтобы сегодня жители края не хотели по кабинетам. Время не теряли. Мне очень важно понимать, что люди доверяют МФЦ. Система работы многофункциональных центров должна быть прозрачной, а главное, понятной для каждого жителя края, ставит задачу Вениамин Кондратьев. Чтобы без лишних проволочек и бюрократизма кубанцы смогли получить абсолютно любую госуслугу. И в этом направлении еще нужно работать, считает губернатор. Мы должны этот механизм, который сегодня запущен, сделать еще качественней. А для этого нужно все вместе стараться. Еще раз подчеркну, мы должны все вместе, невзирая от ведомственной принадлежности, подчиненности, идти на встречу друг к другу. Это самое главное. И поверьте, результатом нашей работы будет не количество, наверное, МФЦ, хотя и это тоже, а когда МФЦ станет бытовым и деловым партнером и жителей края, и бизнеса. Как посчитали специалисты, сегодня услугами МФЦ пользуется каждый взрослый кубанец. Уже в прошлом году число обращений почти сравнялось с количеством жителей края и достигло 5,5 миллионов. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар.